всем ребят привет сегодня будет мне интересное видео связано с кладом ну и с чисткой этого клада недавно был найден клад весом в 2 килограмма было много полтинников были рубли и особенно очень много пятнашек и десяток в этом кладе не было совсем двадцаток совсем почему не знаю пишем в комментарии может быть есть какие-то предположения клад был найден интересно очень интересно и об этом я вам сейчас все расскажу ну а потом почистки этого клада деревню то где отыскался этот вклад основан на начале 18 века и был очень большой по тем временам в начале 70-х деревня вымерла и остались одни дымовые ямы вот среди этих дымовых ям и кучу ямок от копателей где вокруг разбросаны водочные пробки был сигнал который в одну сторону белцветниной а в другую чернины вот почему этот сигнал никто не хотел копать а зря на штыке лопаты был клад находился стеклянном ларце и к сожалению со временем от перепада температуры он лопнул в том ларце было два килограмма серебряных монет рсфсср и ссср с 1921 по 1928 год странно то что были рубли полтиннике 10 и 15 копеечный монет но ни одной двадцатки что произошло в 1928 году что пришлось припрятать стоит только догадываться пишите свои догадки и варианты будет интересно послушать а сейчас возвращаемся к чистке нашего серебряного клада приятного просмотра вот такое количество серебра у меня накопилось и нужно его потихоньку приводить в порядок многие уже приведены и хорошо выглядят выглядит вот моя работа чистая зачетная готова в коллекцию очередной полтинник хороший в принципе монеты были чищены одним средством не полированные монеты кладовые и выглядит изначально хорошо но капанина у нас выглядит вот так видите да ужасные монеты сегодня я вам покажу средство универсальное которое чистит все монеты от всех наростов смотрите это обычный нарост это обычный нарост на серебре все монеты как бы мытые водой но полностью полностью не очищаются здесь будем чистить и вот такой полтинник с окаменелыми зелеными отвратительными выкислыми будем конечно чистить и монеты с зелеными наростами наростами вот с такими видите да зелень ужасная это серебро дальше окаменелые так это с дырочкой нам пока не интересно не будем ее чистить будем чистить то что нам в данный момент интересно что такое почти чистая монета откупана была а это тоже кладовая походу кладовые и вот еще ребят 15 копеечные не справилась чистка именно нашатырным спиртом вот используем нашатырный спирт вот такой вот к сожалению легкие отложения окислы чистит но сильные к сожалению не справляется с такой я думаю справится а вот с такими уже нет и я вам покажу сегодня как чистить вот такие вот копанные ужасные серебряные монеты так что при этом просмотра накопилось серебра немножко вот и мы вот приводим его в порядок надеюсь у вас не меньше серебра как у меня так что приятного просмотра жидкость ребят я налил вот на телепайца в конце видео если получится результат хороший я вам обозначу название потому что я публикую видео лишь те где результаты действительно вас порадуют еще раз повторюсь вот эти монеты были чищены аммиаком несколько суток и результат вот так вот загрязненность не ушла не справился аммиак дальше возьмем еще вот такую зеленую зеленую видно что это рософасайровская серебрушечка тоже бросаем будем брать использовать вот такие вот зеленые ну самый худший вариант ребят я не буду брать чистенькие монетки которые мыло можно помыть я всегда использую вам показываю зеленые безобразные чтобы вы видели на результат вот это вообще окаменелое смотрите какой слой смотрите какой слой окаменелости ай расплылось я даже не смог определить что за номинал надеюсь жидкость справится с этой загрязненностью дальше где еще самое ужасное вот ужасное так это тоже ужасное ребята все монеты бросают те которые ужасно сохранно эти две я бросил из-за того что аммиак с ними не справился так что где вот смотрите видите какие ошметки тоже забросим так что у нас тут еще самое такое отвратительное имеется в закромах отвратительное у нас вот еще тоже даже номинал не видно ни года ничего так покомпактнее положу чтобы можно как можно больше почистить и еще давайте вон прячется смотрите какая щи чё это такое непонятно забросим ну как вы видите да процесс уже начался от нет трех монет исходит пузырьки газа вот и я вам все это подробно покажу дальнейшие действия сейчас они отмыкают у меня в течение десяти-пятнадцати минут я их потом достаю промываю под проточной водой и смотрю на результат и такой процесс у меня будет длиться до тех пор пока с них не слезет окислы ржавчина так что ждем посмотрим ребят ну что по секундомеру у нас подходит время наверное к первому первому удалению нароста то есть смотрите десять минут прошло у нас монетки у нас вот в таком состоянии видите крупиночки песка грязи уже валяется на дне вот и сейчас мы будем это все проб доставать остальная кучка которая здесь была я ее забросил в баночку прям всей толпой и периодически с балкой кто-то может сказать что грубовато но монет много мне персонально с каждой монетой возиться нет времени монеты ходячие вот и им ничего страшного не будет тоже периодически взбалтываю буду использовать ребята обычное средство сорти так как у него грани образующие вот меньше чем у соды и я вот пока буду чистить именно этим средством кто-то скажет что нужно соды кажется да нужно потому что нейтрализует кислоту но это после того когда будет завершающий этап когда монетки будут чистыми вот и давайте пожалуй начнем достанем наши полтиннички сразу буду на них наше средство чистящиеся сорти и просто вот такими движениями мы удаляем видите полчин полтинник уже практически чистый видите да не не видите и с другой стороны то же самое такими движениями сейчас будем делать все монеты и будем снова их бросать после до тех пор пока монетки будут идеально чистыми вот пока такой результат ну что ребят на секундомере у нас 30 минут я монетки все достал почистил при помощи вот этого средства сорти повторюсь еще раз она лучше чем сода у него гранул меньше ну из наших безобразных плохо читаемых монет после первой чистки получилось вот так уже видно что за монета и можно прочитать какой год но слетела мягкая грязь мягкий окисел и монетки выглядят вот так наши полтинники тоже в хорошем таком уже состоянии проскакивает белый цвет так что еще закидываем в один путь наши монетки а секундомер не выключаем как он есть пусть тарабанит итак ребят для вас прошло немного времени для меня прошло уже сейчас вам скажу час двадцать четыре занимался монетками которые находились в баночке их осталось чуть-чуть и результат уже вот такой монетки которые я не хотел чистить они получились вот такими царские советские монетки ну а давайте к самому интересному которые вот они лежат последний раз я их час назад доставал хочу сейчас пройтись по ним и посмотреть на результат и вам обо всем показать чуть-чуть времени ушло на чистку на этих монет а про эти немножко забыл сейчас вне эфира их почищу итак ребят подведу итоги время смотрите четыре часа я для вас делаю этот видеосюжет почистки клады как вы видите монеты кладовые достаточно в хорошем сохране на них ложится уже родная патина вот видите да родная патина вот то что чистил в баночке свои серебрушки не кладовые вашему вниманию они получились как-то вот так достаточно много почистилось я их периодически доставал и взбалтывал там наверное осталось штук наверное пять или семь что касается вот этих ребят монет я вам наглядное видео делал из-за этих осталось вот такое количество монет вы видели изначально сохран монет номинал не читаем окислы сильные в данный момент осталось немножко чуть-чуть дочистить я думаю за час два они будут в хорошем состоянии почистились у нас вот монетки я считаю что именно в таком состоянии их можно оставить что хотел почистить почистились это полтинники достаточно хорошие бодрые вот и я доволен результатом очень хорошо почистились прям результат отрадует и остальные тоже монетки вот колодовая монета смотрите почти штемпельный блеск и монетка была с небольшими загрязнениями вот и я их все-таки удалил вот которые здесь у нас монетки были сейчас находятся в таком виде вот эти еще будут лежать пожалуй пару часов и они точно отойдут чистил я сегодня ребят хочу вам сказать вот это средство нейтрализатор ржавчный основанный только на двух компонентах ортофосфорная кислота и вода вот состав видите ортофосфорная кислота и вода и все больше здесь ничего нету вот так что имейте ввиду состав должен двух компонентов другие нежелательно вот и получается монетки хорошие этим средством я очищу практически все монеты вот даже советы но с советами проблема то что на монетах остается краснота и с краснотой потом приходится бороться ну а в целом я думаю вам видео понравилось именно по результату чистки по историю по обзору кладовых монет вот монет ребята очень очень много получилось 2 килограмма монет кстати вот эти вот отдельно лежат этот у нас разыгрался бесплатно а эти вот все монеты у нас разыгрались на стриме один товарищ из москвы алексей козлов поздравляю это лот твой а это у нас в нижний новгород уйдет монета андрюхи монеты с ссср так что на этом ребята и все на этой приятной картинке делайте скриншоты делайте репосты все пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...